Дорогие друзья, всем привет! С вами интернет-магазин Продавец Воздуха. И сегодня у нас 4 инверторных кондиционера, которые имеет смысл рассмотреть к приобретению в 2022 году. Например, модель EcoSmart Platinum Evolution и Fusion Ultra DC в том году были в огромном дефиците. И как только пришла жара, они все очень быстро кончились. В этом году к ним примыкает модель Barocco DC Inverter от Zanussi. Из плюсов. Соответственно, как бы на одну интересную модель, которая не стоит дорого, стало больше. Из минусов. Сейчас начало мая, а мы уже ощущаем острую нехватку инверторных кондиционеров. То есть, есть четкое понимание, что первое на всех не хватит, а второе на кого не хватит, смогут купить их только осенью. А что нас ждет осенью, никто не знает. Так что, друзья, в этом видео пойдем по порядку от самого простого инверторного кондиционера, то есть EcoSmart, до самого, скажем, дорогого и навороченного. Разберем, чем они отличаются. Чем условно кондиционер за 45 отличается от кондиционера за 60. Разберем их основные функции. Не просто в разрезе типа то-то, то-то, то-то. А как вы будете ей пользоваться вообще, когда она будет у вас в помещении и будете ли? Господа, наш рейтинг открывает EcoSmart от Baloo. В принципе, эту инверторную сплит-систему можно считать наиболее ценной сплит-системой этого года. Поскольку за свои деньги, а на начало мая 2022 года она стартует от 43,5 тысяч рублей за модель на 7 тысяч битью, здесь предлагается достаточно-таки нестыдное внутреннее наполнение как внешнего, так и внутреннего блока. Итак, что хорошего у нас есть в наружном блоке? Во-первых, компрессор. Компрессор, господа, здесь стоит от Toshiba. Работает на 304-ом фреоне, класс энергоэффективности А. Toshiba это очень технологичные кондиционеры, а соответственно компрессор это сердце кондиционера. Так что здесь в Baloo мы имеем компрессор от Toshiba с достаточно сильным техническим наполнением. Короче, хороший надежный компрессор, можете не переживать. Если что, гарантия на весь комплект составляет 3 года. Следующее, это диапазон при работе на холод. Он идет от 0 до плюс 50 градусов. То есть даже если будет жарко, кондиционер будет работать. Для тех, кому нужна работа при низкой температуре, ну например, когда нет возможности открыть окно, или нужно охладиться, он вас сможет охладить, даже когда на улице около 0. Не все кондиционеры так могут. Даже не все дорогие кондиционеры так могут, об этом вы узнаете дальше по видео. Следующий, диапазон работы на тепло составляет от минус 15 до плюс 30 градусов. То есть, когда выключили отопление, батарею еще не включили, вы спокойно используете вашу сплит-систему и греетесь ей, просто переводя ее в режим обогрева. При этом электричество она будет жрать намного меньше, чем любой другой электрический обогреватель. Также, в принципе, в некоторых случаях уместно интегрировать ее в инверторную систему отопления электрическими конвекторами. Следующее, она спокойно переживает работу при падениях напряжения аж до 120 вольт. Они бывают достаточно редко, но падения, например, до 200 бывают часто. Соответственно, ваша сплит-система к этому подготовлена. Следующее, защитное покрытие ребер радиатора. То есть, с тыльной стороны внешнего блока есть так называемая рубашка, с которой осуществляется весь теплосъем, от которой отводится тепло, когда кондиционер работает на охлаждение. Так вот, чтобы его не убивала агрессивная окружающая среда, здесь есть специальное покрытие, благодаря которому он не будет, скажем, портиться. Важно понимать, что оно не бесконечное, рано или поздно вам придется его заменить. Ну, вернее, не заменить рубашку, а заменить это покрытие. Это делается, это все нормально, в этом ничего страшного нет. Важно то, что изначально оно здесь есть. Следующее, это автоматическая разморозка. То есть, когда вы используете ваш инверторный кондиционер на отопление, чтобы он не покрылся внешний блок ледяной шубой, он будет периодически останавливать свою работу, отогреваться и потом возобновляться. А теперь переходим к внутреннему блоку. Вот с этой единицей, господа, вы будете взаимодействовать регулярно, либо при помощи пульта, либо при помощи Wi-Fi управления. Также вы будете лицезреть постоянно. Сперва о пересечении визуальной составляющей и технической части. Запомните, есть зависимость между размером внутреннего блока и уровнем шума, который внутренний блок кондиционера осуществляет. То есть, чем больше внутренний блок, тем больше туда можно впихнуть вентилятор. Соответственно, тем меньше нужно ему оборотов, чтобы... Короче, тем за меньшее количество оборотов он прокачивает большее количество воздуха. Здесь у нас уровень шума 22 дБ. Это не минимальный уровень, но отнюдь и не максимальный. То есть, 22 дБ вполне себе комфортно, чтобы вы спали, когда работает этот внутренний блок. Если что, длина здесь 72 см. Не мега компактная, но и вообще отнюдь не супер длинная. Собственно, этот кондиционер прекрасный, замечательный середнячок, который по внутренней составляющей фору даст многим другим. Вот запомните, если вы будете смотреть это видео в конце июля, скорее всего, в продаже уже нет. Если вы смотрите это видео в конце июля, его нет, напишите в комментариях, а есть ли он в продаже. В наличии ключевое слово. Итак, ладно. Раз речь у нас зашла о шуме, то поговорим о том, что влияет на уровень этого шума. Правильно. То, с какой скоростью у нас работает вентилятор. Как думаете, сколько здесь скоростей? Здесь их, господа, 100. 100 скоростей это очень много. Например, есть кондиционеры, у которых 3 или 5 скоростей, а здесь 100. То есть, вы можете регулировать мощность вентилятора от единицы до 100 с шагом либо в 1, либо в 10, как захотите. То есть, на пульте это предусмотрено, чтобы у вас, если что, переключение с 1 до 65 не превратилось в пытку. То есть, это единственный внутренний блок, у которого есть столь мощный разбег по скоростям. Управление. Для управления у вас есть либо пульт, либо Wi-Fi. В случае с первым. Пульт достаточно симпатичный, он не страшный. Достаточно часто у внутренних блоков кондиционеров просто убогие пульты. А здесь все окей. По поводу Wi-Fi. Выглядит он вот так. Выглядит как обычная флешка. В комплект он не входит. Приобретается он отдельно. Кому надо, покупает. Кому не надо, не покупает. Устанавливается он внутреннего блока. Вот сюда вот. Для этого вам нужно будет открутить один саморез. Даже если у вас лапки, вы сможете это сделать абсолютно. Либо вы можете попросить сделать это при монтаже. Ну, либо всегда можете сделать это сами. Вообще ничего сложного здесь абсолютно нет. И последняя интересная функция, которая здесь есть, это опция очистки внутреннего блока. Так скажем, когда у вас кондиционер поработал на холод, давайте снова вернемся к его внутряночке. Откроем теплообменник, чтобы вы его видели. С теплообменника будет капать конденсат. И по-хорошему, ну вернее не по-хорошему, в любом случае он у вас уходит через дренажный шланг. И вот, соответственно, чтобы он не оставался мокрым после выключения, вентилятор продолжает работать, чтобы там вот, так скажем, это все подсушить. Это не максимальная опция автоочистки, которая может быть, но вполне себе она хорошая. Поэтому, когда вы будете его отключать, не переживайте, не пугайтесь того, что он у вас еще там как шевелится и работает. Ну, в принципе, еще то, о чем следует рассказать, это... Простите, пожалуйста. Это жалюзи. Жалюзи здесь двухуровневые, соответственно, горизонтальные жалюзи. Вот это вот, которые ходят. Ой, вертикально. Да, вот это жалюзи. Первый ряд жалюзи, которые ходят. И второй, который находится внутри. То есть, в любом случае, вы сможете зафиксировать их в том положении, в котором вам необходимо, чтобы, например, на вас не дул. Либо в какую-нибудь сторону не дул. Но при этом, помните, это же инверторный кондиционер. Он не дует ледяным воздухом. Он дует комфортным воздухом, под которым невозможно простудиться. Зануси барокко DC инвертор. Важно не путать две вещи. Первое, это не прошлогодняя модель барокко инвертор. Это абсолютно все новое, в новом корпусе. От старого осталось только название. Второе, что не нужно путать, это не одноименная он-офф система. То есть, для понимания, девятка инверторная барокко стартует от 56,5 тысяч рублей. И если вы видите где-то барокко за те же 40 тысяч рублей, это не на 16 тысяч рублей дешевле. Это значит, что там он-офф продается, а не инвертор. Это важно помнить. В остальном, 5 лет гарантии, замечательная модель. Что хорошего есть во внешнем блоке? Во-первых, компрессор. Компрессор от речи. Это идет с завода TCL. Важно, это не TLC, это не телеканал. То есть, очень достаточно хороший производительный компрессор, который также используется в технике, которую Япония допускает до своего внутреннего рынка. Например, в технике Sharp, в технике DeLonghi. Используется здесь 32-й фреон, класс энергоэффективности А2+. Дальше, диапазон работы на холод. Здесь у нас идет от минус 15 до, внимание, плюс 53. Верхнее значение. Вы хоть раз где-нибудь видели вообще значение плюс 53 градуса на столбике термометра? Кто нет, ну, имейте в виду, даже если жара будет прям как в фильме Хищник 2, вот, где он терроризирует Лос-Анджелес, по-моему, то, соответственно, как бы он вывезет, это замечательно. Температура по нижнему пороговому значению. Кто-то спросит, зачем вообще охлаждать помещение, когда на улице минус 15? Да, подавляющему большинству это не нужно, но в тех случаях, когда у вас окна выходят на крайне оживленную проезжую часть, и вы понимаете, что если вы откроете окно, у вас будет, во-первых, шумно, во-вторых, очень грязный воздух будет заходить, то единственный способ сбить температуру, например, в каком-нибудь апреле или в мае, когда жарит солнце, жарит отопление, то единственный вариант, правильно, это включить кондиционеры, по-другому никак. Следующий диапазон работы на отопление от минус 20 до плюс 30. Учитывая то, что каждый год зима становится все теплее, то претензия на использование кондиционеров как обогревателей становится у людей все востребованнее. То есть, элементарно, к вашим конвекторам на даче инверторным вы можете поставить еще эту инверторную систему, инверторную сплит-систему, и, соответственно, она будет у вас еще оптимизировать расход по электроэнергии, летом вас охлаждая, а зимой согревая. Это тоже все замечательно. Следующая, это работа при перепадах напряжения, внимание, от 165 вольт до 265. Кто-то скажет, ну 165, ладно, эко-смаржи может еще ниже. Да, может, но как часто вы на практике видели скачки напряжения настолько вниз? Хорошо, если есть, эко-смарт справится, если нет, ну как бы, ну не справится с этим барокко. Но опять же, если будет какой-нибудь редкий скачок вверх, который еще более пагубный, он-то его переживет. А эко-смарт в такой достаточной мере нет. Ну опять же, я считаю их сравнивать неуместно. Скачки напряжения это плохо, их нужно избегать всеми силами. Если на даче, то обязательно ставить стабилизатор, чтобы у вас не только кондиционер, но и вся другая техника не страдала. Какий-нибудь там скважинный насос и так далее. Следующая функция, это авторестарт. Очень часто люди спрашивают, а что будет, если кондиционер отключится, когда внезапно прекратится подача электроэнергии? Он отключится. Потом, когда подача возобновится, он запустится. Хорошо, это хорошо. Следующее, это покрытие радиатора внешнего блока. То есть, окружающая среда очень агрессивна, она его гасит и все такое. Здесь как такового покрытия нет. Здесь идет особый его сплав. Но это не значит, что его не нужно никогда чистить, мыть и так далее. Нет, это все нужно делать. Так что, внешний блок сам по себе очень хороший. И лопасти вентилятора там тоже очень хорошие. Так что, друзья, с точки зрения внешки, здесь особо докопаться не до чего. Хороший внешний блок, хорошая спидсистема. Сейчас будем разбираться, что у нас есть во внутреннем. Внутренний блок Barocco DC Inverter заявляется как очень такой технологичный продвинутый блок с богатым внутренним наполнением. То есть, что здесь есть? Во-первых, шумность 19 дБ. Тихо, замечательно. Второе, количество скоростей. Их здесь целых 7. Это не 100, конечно, как у Эко-Смарта. Но Эко-Смарт, он единственный такой. Но 7, поверьте, это тоже за глаза. Есть еще ионизация, есть ультрафиолетовое излучение, есть Wi-Fi. И, внимание, кто знает нас по видео по очистителям воздуха, есть фотокаталитический фильтр. То есть, кто знает, это фильтр-терминатор. Но, что важно, он здесь заявляется. Как на самом деле, сейчас будем разбираться. Корпус белый, глянцевый, в длину 77 сантиметров. У моделей на 9 и 12 тысяч BTU. Это нормальные абсолютно размеры. Итак, регулярно вы будете пользоваться у него следующими опциями. Это интенсивность и скорость работы вентилятора. И второе, в зависимости от того, какая температура на улице, от того, что вы хотите, вы будете изменять его температуру работы. То есть, какую температуру он у вас должен сделать в помещении. Итак, давайте пройдемся по его внутрянке. Что здесь есть? Во-первых, давайте мы его сейчас откроем. Что у нас внутри? Так, давайте, сперва сниму. Сверху у нас идет фильтр грубой очистки. Как правило, фильтры грубой очистки закрывают весь радиатор внутреннего блока. Но здесь не так. Здесь он закрывает только его верхнюю часть. Что это значит? Это значит, что здесь производитель, ну, несколько сэкономил, могли бы и полностью закрывать. Но из-за того, что здесь стоит у нас, кто он, господи, ультрафиолетовое излучение и наш ионизатор, этого не получится. Сейчас о них подробнее расскажем. Вот эти вот пластиночки, это типа фильтры. К ним мы вернемся позже. Ввиду того, что здесь вот только такой фильтр, знаете, чистить радиатор внутреннего блока, вам придется часто. Ну, как часто? Не пренебрегайте делать это хотя бы раз в месяц, потому что при регулярном использовании здесь будет собираться достаточно много пыли. Wi-Fi управления. Вот здесь вот есть вход под Wi-Fi адаптер. Но Wi-Fi в комплекте нет. Работает все через приложение Хамин. Мы его пока сами не запускали. Как только все будет работать, мы вам об этом расскажем. Как это работает, как это подключается и так далее. Следующее. Ионизация. Ионизация это вот коробочка, которая находится вон там. Нужна она или нет? Ну, что такое ионизатор воздуха? У нас будет отдельное видео, где мы полностью подробно будем разбирать, что это такое. Но пока расскажем то, что всегда рассказываем. Это генератор отрицательно заряженных ионов, который собирает частички пыли поменьше, частички пыли покрупнее. Нужен он или нет? Нет, кому как. Есть хорошо, нет, без разницы. То есть можете включать, можете не включать. На пульте его отображение будет выглядеть в виде елочки. Следующее. Ультрафиолетовое излучение. Оно реально есть, ультрафиолетовое излучение. Но вопрос от чего? От ультрафиолетовой лампы? Вы где-то здесь видите? Нет. Здесь есть ультрафиолетовый диод. Что он может сделать? Он может сделать ровным счетом ничего. Но ввиду того, что здесь заявляется наличие фотокаталитического фильтра, именно ультрафиолет запускает процесс катализа. Вопрос, где фотокаталитический фильтр? Кто знает, что это такое? Это металлическая пластина, на которой нанесен диоксид титана. Здесь этой пластины нет. Теплообменник точно так же этим всем, ну, так скажем, не окрашен. Как вы думаете, где это? Это вот где-то вот здесь на одной из этих вот полосочек. А полосочки сзади пластиковые. Но на пластину-то наносится на металлическую, а не на пластиковую. Поэтому смысловая нагрузка этих фильтров, что это вообще такое, господа? Если вас кто-то лечит за то, что в кондиционере может быть система очистки воздуха, не ведитесь. В кондиционерах не бывает очистки воздуха. Если вам нужна очистка воздуха, вам нужен очиститель воздуха с нормальным хепофильтром и ничем другим. Так что вот эти фильтры, это все максимально абсурдно. Из хорошего, что здесь есть еще? Здесь у нас есть двухуровневые жалюзи. То есть и вертикальные, и горизонтальные. То есть вертикалка, смотрите, она ходит достаточно глубоко вниз. Горизонтальная, это не просто что-то, а там такие красивые лепесточки. То есть на пульте вы можете установить и зафиксировать, например, определенное положение, которое вам необходимо. То есть вот по честным функциям, которые здесь есть, Wi-Fi, пульт, кстати, пульт очень красивый, ход жалюзи и прочее, все замечательно. По фильтрам, ну не знаю, стоит ли журить за это производители или нет, потому что любой производитель, кому не лень, говорит, у нас есть фильтры. И люди, которые ничего о них не знают, думают, вау, здорово есть. Но, короче, по всем основным функциям кондиционера здесь все прекрасно. По второстепенной фигне типа фильтров вообще забейте на них, не обращайте внимания. Переходим к одному из моих самых любимых кондиционеров, Platinum Evolution от Baloo. По сравнению с другими кондиционерами от Baloo, которые существуют 5 лет и более, а этот существует 5 лет, по нему идет минимальное количество обращений в сервисный центр. Поэтому как бы это о чем-то говорит, а продается он в достаточно большом количестве. И последние 2 года случается его полная распродажа, когда его просто не найти и не купить в сезон, когда он нужен. С точки зрения эстетики все великолепно. Обратите внимание, белоснежный матовый корпус. То есть это не глянец. В принципе матовых внутренних блоков на рынке очень мало. Здесь полноценный матовый внутренний блок. Длина 79 сантиметров. Кто-то скажет, блин, это много, это плохо. Ничего подобного. Чем больше размера внутреннего блока, тем больше туда можно вентилятор запихнуть. И здесь такое есть. А значит что? Он будет работать тихо. То есть на минималке всего 19 дБ. И он будет не просто тихо крутиться, он будет крутиться еще и холодить. А не как эти псевдокондиционеры, которые типа и компактные, и тихие. Когда там вентилятор крутится настолько тихо, что он даже теплосъем никакой обеспечить не может. С радиатора внутреннего блока. По сравнению с тем же Barocco DC Inverter, здесь некоторые элементы внешнего блока выполнены, так скажем, технически попроще. А именно, диапазон работы на холод. От плюс 16 до плюс 47. Верхнее значение окей. В большинстве городов России температура выше 47. Ну, если поднимаются, это какие-то аномальные дни. Долго длиться они не могут. Соответственно, как бы кондиционер работает. Все, окей. Плюс 16. Ну, возьмем опять же ту же ситуацию. Май месяц. Солнце жарит в окно. Батареи жарят. А кондиционер включиться не может. Потому что его минимальная работа на холод от плюс 16 и выше. Следующее. Это отсутствие резистентности к перепадам напряжения. То есть, если, например, тот же Barocco у нас терпит достаточно внушительные перепады, этот терпит у нас обычные. От 5 до 8%. Поэтому, если вы ставите его в старый жилой фонд, и вы знаете о больших скачках напряжения, то как бы повод задуматься. Если вы ставите его на дачу, где тоже, например, есть перепады, то, возможно, туда стоит, скажем, перестраховаться и завестись стабилизатором. В остальном, внешний блок прекрасен. Компрессор от Toshiba. У Toshiba очень технологичные компрессоры. Работает он на 32-м фреоне. Это все замечательно. Диапазон работы на холод от минус 20 до плюс 32. Это значит, что, в принципе, его можно использовать как помощника для инверторной системы отопления на тех же конвекторах и тоже экономить. Поэтому, друзья, с точки зрения внешнего блока и эстетики внутреннего, здесь все абсолютно в порядке. Друзья, в этом году у модели поменялась маркировка. В этом году вообще много чего у производителя из маркировок поменялось, при этом товар остался прежним. То есть, что здесь изменилось, чем это все обусловлено? Во-первых, поменялся пульт. Теперь пульт намного более эстетичный, чем был до этого. Следующее. Заявляется наличие здесь электростатического фильтра. Заявляется наличие еще и фотокаталитического фильтра. Как бы кто знает, что такое очиститель воздуха и смотрел у нас и покупал у нас их, они понимают, что, блин, вот это круто, вот это прямо изменение. Только вопрос. Если размеры внутреннего блока не меняются никак, каким образом там что-то из этого появляется? То есть, давайте, что внутри? Пройдем по порядку, начнем с управления и дойдем там до фильтров и прочего. То есть, что здесь есть? Здесь вот наш голубенький теплообменник. У него дополнительное антикоррозийное покрытие, чтобы, собственно, вся вот эта вот агрессивная среда, весь этот конденсат и вся грязь, которая в воздухе содержится, чтобы это все блокировалось. Соответственно, у нас есть просто фильтры грубой очистки. Их задача удерживать крупные частицы пыли. Вы периодически должны их стирать, а то если вы не будете их пылесосить или не будете их убирать, то на них впору будет выращивать картошку. Соответственно, с каждой из сторон он есть. Дальше сюда можно поместить фильтры, которые идут в комплекте. Это не фильтры, это просто какое-то издевательство. Это абсолютно касается всех кондиционеров. Запомните раз и навсегда, фильтров фильтрационных систем в кондиционерах адекватных, приемлемых не бывает. То есть, что здесь заявляется? Заявляется наличие электростатического фильтра и фотокаталитического. Запомните, электростатический фильтр выглядит вот так. То есть, его нереально куда-либо вообще во внутренний блок кондиционера установить, где, в каком месте. То есть, что, убирать размер теплообменника, что-то? Нет, ничего не получится. Соответственно, как бы, я не знаю, где он там есть, его там нет. То есть, абсолютно новый, который вот этого года, Platinum Evolution, я в руках не держал. Но, глядя на все характеристики, я, как бы, ответственно могу сказать, что его там нет. Следующий, это фотокаталитический фильтр. То есть, что такое фотокаталитический фильтр? Это, когда, условно говоря, у нас есть какая-то металлическая пластина. Она покрыта диоксидом титана. Я очень сомневаюсь, что кто-то покрыл теплообменник диоксидом титана, потому что тогда бы стоимость кондиционера существенно бы выросла в цене. Но, как бы, этого тоже нет. И потом, для запуска процесса фотокатализа необходима ультрафиолетовая лампа. То есть, лампы, понятно, как бы, ее нигде не будет. Будут стоять диоды. Но, если мы вспомним барокко, там стоит буквально один диодик. Это позиционируется как ультрафиолетовое излучение. Соответственно, для этого нужен, чтобы запустить... Если мы предположим, что у нас весь радиатор внутреннего блока, например, покрыт диоксидом титана, одной маленькой лампочки бы для этого не хватило. Поэтому, как бы, что здесь взять? Следующий из плюсов. Здесь есть Wi-Fi управление. Управляется оно пока не через приложение Хамино. Приложение Хамино это великолепное восхитительное приложение. Скоро его завезут. Оно там появится и все такое. Пока управляется через приложение, по-моему, AC Freedom. То есть, управлять можно. Оно, по крайней мере, работает. Друзья, чем вы реально будете пользоваться у этого кондиционера? Это установка скоростей. Здесь их, к сожалению, всего три. То есть, минимальные обороты, средние и высокие. Все больше никаких нет. Но, в принципе, за все то хорошее, что в нем есть, вот эти вот три скорости, они абсолютно прощаются. Переходим к самой дорогой линейке нашего рейтинга, друзья. Ультра Фьюжн ДС Инвертор от Электролюкс. Эта модель, это логичное продолжение линейки Монако, которую Электролюкс выпустил когда-то в 2015. И вот с тех пор Монако была самой надежной линейкой у Электролюкс. Вот как Платинум Эволюши на Буалу, так и Монако у Электролюкса. Соответственно, что есть хорошего во Фьюжн Ультра ДС? Взяли все самое надежное из Монако и добавили всяких фишечек. И получился у нас Фьюжн Ультра ДС Инвертор. Что хорошего внутри? Компрессор Гри. Это очень хорошие, надежные компрессоры из Китая. Следующий диапазон работы на холод. Кого-то может смутить от плюс 18 до плюс 43. То есть, ну как бы, нижняя граница кому-то актуальна, кому нет. Большинству это не актуально. Но, опять же, мне с профессиональной точки зрения, как бы, работа на холод при плюс 18, когда есть возможность у других моделей работать при более низких температурах, ну как бы непонятно почему. А вот плюс 43 уже, возможно, вопрос. Потому что, если вы в каком-нибудь жарком горячем городе или в отдельно горячие дни вывесите внешний блок, ну как вывести, вы его установите на солнечную сторону, где его будет еще солнце дополнительно жарить, это для него будет дополнительная нагрузка. И здесь уже вопрос, что взять? Его или, например, Плазмом Эволюшн, или Барокко, или Экосмарт. Это может быть важно. Диапазон работы на обогрев от минус 15 до плюс 24. Все окей, все нормально. Потом есть авторазморозка. То есть, когда у нас внешний блок, чтобы он не зарос ледяной шубой, он периодически останавливает свою работу. Это при работе на тепло, актуально в зиму. И, так скажем, отогревает себя. Потом у нас есть антикоррозийное покрытие внешнего блока. То есть, чтобы вот эта вся агрессивная окружающая среда со всеми дождями разной степени кислотности, тополиный пух и все-все-все, что там содержится. То есть, даже когда вы будете пренебрегать его чисткой, чтобы все-таки внешний блок как-то продолжал существовать. Вот. И что еще важно, есть чувствительность к перепадам напряжения на 20%. То есть, да, это не как, например, у Барокко, когда он там, условно говоря, почти там плюс-минус 70 терпит, да, здесь всего плюс-минус 20. Но для адекватного использования тоже вполне нормально. Достаточно редко где-то напряжение падает там ниже 200 вольт. А здесь от 198 до чуть больше, чем 240. Внешний блок достаточно хороший. Компрессор надежный. Да, есть вот эти вот огрехи в виде того, что как работает на холод от плюс 18 до плюс 43. В остальном все прекрасно. В нашей подборке внутренний блок Fusion Ultra DC самый компактный. У 7 всего 696 миллиметров. То есть, для тех, у кого достаточно мало места в помещении, это может спасти ситуацию. Но, опять же, за малыми габаритами скрывается следующая зависимость между размером внутреннего блока и вентилятором, который у него там установлен. А, соответственно, как бы чем меньше размер вентилятора, тем больше шум. И здесь этот показатель составляет 25 дБ. Для тех, кто думает, о боже мой, это громко, спать не смогу. Не, ничего подобного. 25 дБ это не громко, это абсолютно приемлемо. При этом, скажем спасибо производителю, что он хотя бы искусственно не занизил показатели минимального уровня шума, как делают некоторые. А когда вентилятор крутится настолько медленно, то есть, показывает по пульту, например, что он работает на холод, а вы холода от него практически никакого не чувствуете. Ну, то есть, руку вплотную подносите, чувствуете. А когда вы где-нибудь лежите, там, на каком-нибудь удалении, нет. Соответственно, здесь такого нет. Если вы включаете на минимум, то он будет честно, справедливо холодить. Но, опять же, 25 дБ вам обеспечено. Скоростей у внутреннего блока целых 7. Ну, как, стоит сказать, что есть 5 скоростей и 2 условные. То есть, это, типа, супер тихая, и, ну, она в моем понимании субъективно мне отличается от первой скорости. То есть, там практически ничего незаметно, не слышно. И седьмая скорость, которая, ну, это, получается, как бы шестая после пятой, но она, типа, там по-другому просто изображена чуть мощнее, чем пятая. Но, тем не менее, как бы 7. 7 скоростей, это сильно лучше, чем 3, например, как у Platinum Evolution. Хотя у Platinum Evolution, по мне, внутрянка намного интереснее, чем у Fusion Ultra DC. Итак, что хорошего здесь есть? Здесь есть, так скажем, такая функция Terminator, которая для многих становится определяющей при выборе этого внутреннего блока. При этом, вернее, при выборе этого кондиционера, при выборе этой сплит-системы. А именно, автоматическое поддержание температуры на уровне плюс 8 градусов. Что это значит? Это значит, что вы ставите его, например, на дачу, уезжаете, предварительно активировав функцию поддержания плюс 8. Все, соответственно, если там температура на улице не опускается ниже 10 градусов, имейте в виду, что у вас будет максимально дешевое отопление, которое кондиционер способен обеспечить. И дома при этом не будет плюс 20, там будет просто плюс 8. Комфортно, комфортно. Почему на других сплит-системах этого нет? Для меня загадка. Потому что, как по мне, технически-то они могут это все делать. Из удобств еще заключительная функция. Это авточистка полного цикла у внутреннего блока. То есть, имейте в виду, когда работает сплит-система, она достаточно много грязи на себя забирает. Да, на себе очень много оставляют фильтры грубой очистки. Но за них тоже что-то просачивается. И, соответственно, как бы теплообменник надо чистить. Что случается, когда включаем полноценную вот эту вот автоочистку? Теплообменник у нас замораживается. Потом он размораживается. И, соответственно, с этим всем, вся эта грязь, которая там есть, она стекает вместе с конденсатом, который он производит. И это все уходит по дренажной трубке. Но имейте в виду, это не заменяет полноценной уходовой процедуры за внутренним блоком. Но это намного лучше, чтобы эта функция была, чем ее не было. Либо глобально можно жить и без нее. Просто тогда знайте, что хотя бы раз в год вам нужно вызвать сервисную службу, чтобы вам провели полноценное ТО-кондиционера. Как с внутренним, так и с внешним блоком. Итого, друзья. В том году первым кончился Эко-Смарт, следом за ним кончился Платинум Эволюшн. А потом уже на остатки пошел Фьюжн Ультра-Диси. В этом году, я думаю, будет все то же самое, разве что Фьюжн Ультра-Диси и Барокко разделят между собой это место. Мне кажется, что первым, конечно, кончится Барокко, потому что он вроде и потише, и функционально поинтереснее. Но с другой стороны, у Фьюжн есть автообогрев на плюс 8, так что вполне возможно, что его просто дачники разберут, чтобы греть свои дачи, огороды и загородные домики. Все кондиционеры хорошие. Что бы вы ни купили, вам все понравится. Мой однозначный фаворит из этого, ну вот просто, так скажем, по любви, Платинум Эволюшн. Но с другой стороны, Эко-Смарт за свои деньги, это лучшее, что сейчас можно найти. Но когда он кончится, а большинство из вас посмотрит это видео, когда его уже не будет, ну вы пойдете, скорее всего, за Платинум Эволюшн. Друзья, купить кондиционеры с установкой можно у нас в Москве, в Екатеринбурге. А если вам просто нужен кондиционер, вы понимаете, что у вас в городе его нет никак нигде, и вам нужна отправка, доставка. Мы это все можем организовать. На этом на сегодня все. С вами был интернет-магазин Продавец Воздуха. И до скорых встреч. Пока-пока.